Здравствуйте! Это программа «Прямой разговор» в студии Светланы Черненко. О новых мерах поддержки населения сегодня расскажут наши гости. Начальник Серпуховского управления социальной защитой населения Ирина Ермакова и директор городского центра занятости Ольга Хишко. Уважаемые гости, здравствуйте! 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 Ирина Николаевна, хотелось бы начать с вас. Расскажите, какие льготы полагаются россиянам и серпуховичам в частности в связи с коронавирусом? Населению старше 65 лет выплачивается 3000 рублей. Только они разбиты на два транша. Первый транш 1500 рублей, он уже пошел людям, они уже получили на своей карточке в кредитных организациях или принесут людям с доставкой, кто определил способ доставки через почту. Поэтому часть людей уже получили эти деньги. А вторая часть будет после окончания нашего изоляционного периода. Будет выплачиваться таким же способом. Но сейчас списки этих людей, которые старше 65 лет, они были сформированы автоматически, беззаявительно. То есть все люди, которые были в нашей базе, они автоматически попали на расчет. И у некоторых людей эти деньги не пришли. Поэтому вот кому не пришли эти деньги, я попрошу, чтобы они позвонили к нам на горячую линию в управление 75 01 14, и мы им доначислим. Поэтому все вот в таком режиме. Также на компенсационные выплаты попали лица, люди, вернее, с хроническими заболеваниями. То есть это не возрастные категории, это именно группы лиц, которые к нам попали из Министерства здравоохранения. Были также сформированы поликлиниками, больницами. И также попали к нам на выплату. Точно по такой же системе. Полторы тысячи и потом полторы тысячи. Вот категория людей, которые попали на выплату по хроническим заболеваниям, нужно смотреть. То есть не все хронические заболевания попали в этот перечень. 12 марта этого года вышло постановление губернатора Московской области о режиме самоизоляции. И приложением это постановление, там есть именно те коды заболеваний, хронических заболеваний, которые подлежат к выплате. Поэтому люди могут посмотреть именно свое заболевание, совпадает ли оно с этим кодом и узнать, попали ли они на выплату. Если вдруг человек считает, что ему не пришли деньги или как-то надо уточнить, Пусть обращаются к нам в управление на нашу горячую линию 75-01-14. И мы посмотрим все нюансы по человеку. Вы сказали, что тех, кому за 65, за заболеваниями люди, они их выбрали автоматически. А вот как им будет поступать на счет? То есть к ним автоматически привязаны их счета или куда деньги поступают? Ну, в основном, вот, все те люди, которые старше 65 лет, они получают у нас, они получают меры соцподдержки. Будь то компенсация за ЖКХ, там, или любая другая компенсация. То есть они в нашей базе уже есть. Почему? Это все и упрощает эту ситуацию, что беззаявительно, не нужно нам ни писать заявление, ни звонить. Все это будет автоматически. Но есть, конечно, люди, которые не обращались к нам ни разу. Вот этим людям надо к нам вот как раз обратиться, позвонить на нашу горячую линию. Мы уточним, уточним у них реквизиты, куда лучше перечислить эти денежки, и они также получат. То есть получается это все удаленно, не нужно приходить? Нет, приходить не нужно. Если, например, у людей будут какие-то вопросы, то мы с удовольствием примем их после периода самоизоляции. А почему разделение вот такое, что до и после вот эти деньги поступать, полторы тысячи сначала и после? Ну, это выплата мотивирующая для того, чтобы люди все-таки оставались дома. И это как бы людей, наверное, все-таки они понимают, что им эта сумма начисляется для того, чтобы кто-то купил себе побольше продуктов, кто-то там как-то их потратил на оздоровление или еще на что-то. Поэтому вот двумя траншами, да. А если вот человеку исполняется 65 лет, вот как раз промежуток, когда идет самоизоляция, или ему после того, как закончится самоизоляция, будут ли ему предусмотрены эти выплаты? Если исполняется после самоизоляции, тогда, конечно, уже выплаты ему не будет, к сожалению. Если до, то да, выплата будет. И если во время? И во время, да, будет, да. А что делать тем людям, у которых уже есть какие-то определенные льготы, но их нужно продлевать вот на данный момент, а выходить, по идее, нельзя? Вот если мы будем все-таки говорить еще о выплатах от 3 тысячи, да, то я еще хотела пояснить, что не суммируется две. То есть если человек старше 65 лет и у него хроническое заболевание, то выплата будет только одна. Например, он старше 65 лет, и он астматик, например, то ему не придет 6 тысяч рублей, ему придет только 3 тысячи рублей. А что касается вашего вопроса по поводу продления, то если вдруг у человека, это уже мы не говорим про пожилых, это мы говорим про любой, про всех, да, про все категории, по всем мерам соцподдержки. Если у человека заканчивается срок, и он должен именно в период самоизоляции подать нам документы, то, конечно, ему продлевается автоматически вот эта мера. Когда уже самоизоляция закончится, они придут к нам с документами, и мы все это дело сверим, и уже оформим все это как нужно. Но пока это все идет автоматически, действительно, как сказал наш президент, на полгода все это продлевается. То есть им даже никуда не нужно обращаться? Сейчас нет, сейчас не нужно не выходить, сейчас не нужно не обращаться, сейчас все будет автоматически делаться. Ирина Николаевна, вот выплаты от 3 до 7 лет, там произошли некие изменения, расскажите о них. На сегодняшний день были планы до заявления президента сформировать это все до 1 июля. Но президент сказал, чтобы это все было до 1 июня. Вот сейчас формируется порядок, указ, как это все будет формироваться, какие перечни документов, какой перечень доходов нужно будет принести. И, соответственно, будет назначаться, этот документ будет до 1 июня, он будет работать уже, он будет рабочим документом. Единственное, что выплата будет у детей за 6 месяцев. То есть, если, например, ребенок родился 1 января 2020 года, то денежная выплата будет за полгода, она будет как бы с откатом времени. То есть, если там 15 февраля, то с 15 февраля, там с 10 марта, там или с 1 марта, значит вот именно с даты, когда маленький ребеночек родился. Вот. Ну, соответственно, да, все это будет. Хотелось бы обратиться к жителям нашего города. Сейчас социальная защита обзванивает жителей старше 60 лет. Не бойтесь, пожалуйста, мы оставляем свой контактный телефон. Наши сотрудники спрашивают о самочувствии, вашего здоровья, о необходимой помощи. Поэтому, пожалуйста, не переживайте. Это действительно наши сотрудники. Мы действительно хотим знать, что у вас происходит и как вам помочь. Пожалуйста, не бойтесь. Спасибо вам большое. Будьте здоровы. Ольга Викторовна, что касается Центра занятости населения, какие меры поддержки предусмотрены для людей, которые ищут работу? Ну, первое, что уже предусмотрено, это, как сказал наш президент, у нас увеличивается с 30 марта максимальный размер пособия по безработице. Если раньше это пособие максимальное было 8 тысяч, то теперь это 12-130. Это с 30 марта. Все, кто стоит у нас на учете с пособием 8 тысяч, им всем пересчитается. Те, кто придет и зарегистрируется вновь, у них будет уже вот это вот пособие. Но минимальное пособие не изменилось, оно так и осталось полторы тысячи. И из размера пособия по безработице ушло такое понятие, как граждане предпенсионного возраста. Потому что вот до этого указа делилось пособие минимальное и максимальное, и отдельно было выделено для граждан предпенсионного возраста. Оно было 11-280. Теперь максимальное пособие, оно больше. И льготы для граждан предпенсионного возраста, они остались в периоде выплаты пособия. и у них чуть больше. Это на постоянной основе или на время... На 20-й год. Пока в указе президента написано на 20-й год. Вообще указ о размере пособия, он выходит каждый год. Может быть, и в этом году еще изменят, но как ситуация будет складываться. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сделал доплату или компенсацию пособию. Расскажите об этом. 29 марта постановление губернатора Московской области 162 ПГ. Если кому интересно, чтобы посмотрели, как там все написано. Этим постановлением устанавливается региональная доплата к пособию по безработице. Региональная доплата устанавливается на период с 1 апреля. Начнем мы это все делать с 1 апреля до 30 сентября. Пока в постановлении написано так. Региональная доплата – это не доплата пособия по безработице и плюс доплата. Во-первых, она платится только тем, кто официально зарегистрирован безработным. Первый шаг, кто хочет получить эту доплату, должны зарегистрироваться как безработные граждане. В установленном порядке, как установлено постановлением и законом о занятости. Доплата будет производиться таким образом. Это пособия по безработице и плюс до 15 тысяч. Вот у кого-то будет пособие полторы тысячи, у кого-то пять, у кого-то восемь, у кого-то двенадцать. 130 и плюс разница до 15 тысяч. И еще одно немаловажное условие. Для того, чтобы получить эту доплату, обязательно надо состоять в трудовых отношениях или быть занятым 60 календарных дней в 2020 году. У нас сейчас после выступления губернатора очень много звонков в центр занятости. И очень много людей приходит, несмотря на то, что мы работаем по предварительной записи, но люди все равно идут. И очень много приходит людей, те, кто не работают с 2014, с 2017, с 2018. И все рассчитывают на эту выплату в 15 тысяч. Нет, дорогие граждане. Эта мера, она призвана оградить тех и поддержать, кто потерял работу в период самоизоляции. Куда людям обращаться, чтобы они получили вот эту льготу новую? Ну, в период самоизоляции мы работаем по предварительной записи. Поэтому нужно зайти на сайт Центра занятости населения. Там есть электронная почта наша. Есть перечень, какие документы нужны для того, чтобы зарегистрироваться и стать безработным гражданином. И если есть весь комплект документов, по электронной почте нам записочку пишите, что у меня весь комплект документов есть, я хочу зарегистрироваться в качестве безработного. Мы в ответ присылаем время, на какое мы вас регистрируем. Если нет электронной почты, ну, молились ситуации разные, то 35 57 83, вы звоните нам по телефону, мы все запишем, вам перезвоним, время найдем. У нас работают все сотрудники сейчас на прием населения. Безработных мы стараемся перерегистрировать в дистанционном виде. Но прием вот тех, кто хочет зарегистрироваться как безработные, законом дистанционного ничего не предусмотрено. Обязательно очно и с полным комплектом документов. Ну, порядка 20-25 человек в день к нам приходят регистрироваться. Сколько телефонных звонков, пока даже честно не скажу, потому что телефоны не выдерживают к концу дня. Все интересуются. Ну, да. Время, оно тревожное. И, конечно, каждый человек, он думает о будущем в нашей ситуации и старается как-то подстраховаться, и где можно, конечно, получить деньги. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, несмотря на то, что сейчас режим самоизоляции, нашли время. Спасибо. Это была программа «Прямой разговор». До свидания.